МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей, даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Так много слов, так много страниц В этой книге жизни Так много встреч, так много лить, но так немного в них смысла. Просто ты хотела быть собой и любить, и любимой быть. Но что-то было не так, Кто-то хотел все украсть. Помнишь, ты стояла у открытого окна и говорила, зачем мне все это? А Бог держал за руку тебя, не умирает дождись ответа. Просто Бог очень любит тебя. Просто Бог очень любит тебя. Просто Бог очень любит тебя. Ты это знаешь, Бог очень любит тебя. Знаю, знаю, что порой Опускаются руки Бесконечными кажутся Серые будни Ты так искала тепла Но вокруг лишь холод И за слезой И за слезой И молитву шепот Вспомни, ты стояла у открытого окна И говорила, зачем мне все это? А Бог держал за руку тебя Не умирай, дождись ответа Просто Бог очень любит тебя. Просто Бог очень любит тебя. Просто Бог очень любит тебя. Ты это знаешь, Бог очень любит тебя. Очень любит тебя. Первая заповедь Или неверность Путь к одиночеству Я Господь Бог твой, Который вывел тебя Из земли египетской, Из дома рабства, Да не будет у тебя других богов Пред лицом моим. Это первые слова Десяти заповедей, Данные Богом Моисею. И эта первая заповедь Говорит нам о том, Что у нас есть только один Бог И нет иного, Который спасает нас от рабства, Как физического, Так и духовного. Она сидела за столом И медленно пила кофе. Внешне привлекательная женщина, Хотя уже и достаточно немолодая, Она заставляла обращать на себя внимание Даже тех мужчин, Кто был ее моложе лет на 10 Или даже на 20. Каждый вечер она приходила в бар, Чтобы немного выпить, Поболтать И найти себе кого-нибудь на ночь. В этом и заключалась ее жизнь. Как-то я узнал, Что у нее нет ни семьи, Ни детей. А ей самой уже за 50. И уже за многие годы Ее постоянными спутниками Стали бар, Виски И случайные мужчины. А еще чувство Неизбежного одиночества, Которое накатывает каждый раз, Когда она так или иначе Думает о том, Что ждет ее впереди. Возможно, Однажды кто-то Не очень богатый, Но симпатичный Предложил ей выйти За него замуж. Но что тогда стоили Его слова? Она красивая И независимая. У ее ног Самые состоятельные И роскошные мужчины города. Но их много. И она не желала Потерять внимание И деньги Хотя бы одного из них. Они нужны ей все. Полностью. Так было долгие годы. И казалось, Будет продолжаться вечно. Но это время прошло. Еще пять или шесть лет И она услышит в свою сторону Страшное слово Приговор старуха. Которая словно клеймо С болью и мукой Поставит точку На ее фривольной жизни. Вернемся все же к заповедям. Остаться одному Вот основная опасность Пренебрежения первой заповедью. Как бы парадоксально Это не звучало. Тогда, когда человек Уходит от единственного Кто может удовлетворить Его потребности В мире и счастье Он становится сам по себе. То, что временно Заменяет ему Бога Проходит И остается лишь осадок От того, что ты увлекся Подделкой И променял вечное На временное И он сидит Словно престарелая дева И понимает, что жизнь прожита Но ни любимого человека Ни детей Ни теплого домашнего Очага у него нет Потому что однажды Отдал ту первую Настоящую любовь За деньги и развлечения Променяв Бога на тех Кто подражает ему Он остался один Хотя богов В его пантеоне Идеалов было множество И самыми ранимыми В этой ситуации Оказываются парни И девушки Поскольку Самый уязвимый К культурной перемене Общества Это молодежь Именно они Чаще всего Стоят в первых рядах Когда новая идеология Или мысль Овладевает массами При исполнении рвения И желания Трудиться Они быстро привыкают К новизне И становятся Ее ярыми проповедниками И хотя мудрость Приходит с годами Юность все же Находится в более Выгодном положении Поскольку полна сил И энергии Для того Чтобы сказку Сделать былью Вот поэтому Мы должны помнить Что парень Или девушка Воспитанный В уважении К правилам Установленным Богом Так или иначе Сохранит память О них при выборе Жизненного пути Святой Августин Молился Ты создал нас Для себя И сердце человека Не успокоится Пока не найдет Покоя в тебе В большинстве случаев Одиночество Происходит Из-за отчужденности С Богом Личность Открыто восстающая Против Бога Часто испытывает Глубокое Одиночество Которое можно Исправить Лишь с заполнением Той пустоты В форме Бога Которая существует В душе человека Пока не найдет Покоя в нем То же самое Переживание Одиночества Развивается От нераскаянного Греха Или даже Случайного Пренебрежения Божьей милостью И его требований К жизни человека Люди Страдающие От чрезвычайного Одиночества Чувствуют себя Вне Бога Они как бы Отчуждены И покинуты Богом Из-за человеческой Неверности Мы неизбежно Прерываем Постоянные Отношения С Богом Однако Чувствовать Постоянство И безопасность Можно только В рамках Хорошо развитых Отношений С Богом Через Иисуса Христа К сожалению Человек Страдающий От одиночества Не постоянен В отношениях С Богом Так что же Такого Нарушается В наших отношениях С Богом Что это приводит К одиночеству И унынию Мы должны признать Несомненный факт Что Бог Однолюб Первая заповедь Требует Чтобы наша любовь К Богу Была сильнее Чем ко всему другому Чтобы мы служили И поклонялись Ему всецело Он хочет быть У нас единственным Однажды В пустыне Во время испытания Сатана Хотел убедить Иисуса Христа Поклониться Ему Предлагая все Богатство мира Христос же Ответил Ему Словами Священного Писания Господу Богу Твоему Поклоняйся И Ему Одному Служи Языческие Религии Предлагают Разных Богов Для удовлетворения Потребностей Возникающих У человека У некоторых Народов При желании Каждая семья Или отдельный Человек Может иметь Своё личное Божество Зная об этом Апостол Павел Указывает Христианам На единого Бога Ибо хотя и есть Так называемые Боги Или на небесах Или на земле Так как есть много Богов И Господ много Но у нас Один Бог Отец Из которого Все мы И для Него И один Господь Иисус Христос Которым все И мы им Кто-то может Возразить Что эта заповедь Нужна была Израилетянам Которые вышли Из Египта И всё ещё Хотели поклоняться Золотым Тельцам Или другим Каким-то Египетским богам Возможно Люди Живущие Где-нибудь На Востоке Или в Африке Нуждаются В напоминании о том Что у них Не должно быть Других богов Кроме единого Вечного И живого Бога Творца Вселенной А нам Живущим В христианских Странах Эта заповедь Не нужна Однако Это не так Ведь по сути Что такое Бог Личность Или обожествляемая Вещь Чествуема Как главный Добродетель Объект Наивысшего Почтения Как видим Первая заповедь Не утратила Своего значения И в наши дни Всё то Чему мы позволяем Занять первое место В нашей жизни Любим Ценим Больше всего И становится Для нас Богом Богатые И бедные Образованные И неграмотные Люди разных Сословий Могут ставить На первое место Разные вещи И потому рискуют Иметь множество Других богов И нарушить Эту заповедь Своей неверностью Жизнь доказала Правильность Такого высказывания Если люди ушли От истинного Бога То обязательно Найдут ему Замену Для каждого Это может быть Что-то свое Как ни печально Но многие парни И девушки Ставят на первое место В жизни Материальные Ценности Деньги Мы не любим Деньги Мы любим То, что на них Можно купить Очень часто Отшучиваются Они Они настолько Заняты Накоплением Богатства Что у них Совсем Не остается Времени Для Бога Кто-то Может подумать Что это Относится Лишь только К богатым Людям Но это Не так Порой Чем беднее Человек Тем алчнее Его потребности Сегодня Множество Людей Пренебрегают Подчинением Своей воле Господу Ради Небольшой Суммы Денег Враг Душ Человеческих Как на выборах Нечестный Кандидат Покупает Голос Пенсионерки За пакет Продуктов И пачку Стирального Порошка Будем помнить Предупреждение Апостола Павла Корень всех Зол Есть Сребролюбие Которому Предавшись Некоторые Уклонились От веры И сами Себя Подвергли Многим Скорбям Ты же Человек Божий Убегай Сего Для Некоторых Богами Могут стать Погоня За властью В этом Мире Для Многих Наших Современников Более Важно Занять Высокое Положение В обществе Чем Подготовиться К Небесному Царству Для Таких Людей Влияние И власть Становятся Самой Важной Целью В жизни А значит Их Богом Многие Имеют Преувеличенное Представление О себе Переоценивают Собственные Способности Возможности И качество Характера Их Собственное Я Стоит На первом Месте А это Значит Что Они сделали Себе Бога Из самого Себя Себе И поклоняются Другие Уделяют Большое Внимание Моде Большую Часть Своего Времени Они Посвящают Одежде И их Мысли Только О том Как бы Одеться Получше И произвести Впечатление На других Для таких Людей Даже Церковь Может стать Местом Где они Демонстрируют Свои Одеяния Чтобы Как говорится Себя Показать И на Других Посмотреть Сегодня Местом Поклонения Становятся Также Различные Развлекательные Заведения В наше Время И молодые И пожилые Ищут Волнующих Развлечений Массы Людей Наслаждаются Алкоголем Играми Которые Наносят Только Вред И ничего Кроме Вреда Принцип Жизни Древних Римлян Хлеба И зрелищ К сожалению И сегодня Остается Принципом Жизни Для многих Даже Для тех Кто Называет Себя Верующими В Иисуса Христа Есть Люди Которые Очень Любят Свою Работу Или Хобби Больше Чем Бога Ежедневные Любимые Занятия И чрезмерный Труд Приводят К тому Что у Таких Людей Нет Ни сил Ни Времени Ни Желания Читать Священное Писание Молиться И посещать Церковь Их Труд Стал Для них Богом Которому Они Служат Если Постараться Мы можем Открыть Для себя Множество Современных Скрытых Не нужно Отправляться В далекие Страны Чтобы Увидеть Поклонение Мертвым Богам И в Странах С давними Христианскими Традициями В Духовно Просвещенных Странах Мы можем Увидеть Нарушение Заповеди Да не Будет У тебя Других Богов Пред Лицом Моим Господь Желает Занять Первое Место В нашей Жизни В этом Главное Значение Слов Которые Стоят В самом Начале Закона Божьего Ищите Прежде Царство Божье И правду Его Учил Иисус Христос Материальные Ценности Авторитет В обществе Красивая Одежда Отдых Наши Занятия И многое Другое Все Так Необходимое И полезное Нам Оно Не должно Занимать Первое Место И становиться Основанием Всех Наших Действий Иисус Призывает Нас Отдать Первое Место Ему И любить Его Так Как Никого Больше В Новом Завете Он Напоминает Нам Первую Заповедь Возлюби Господа Бога Твоего Всем Сердцем Твоим И всей Душою Твоею И всем Разумением Твоим Сияясь Первая И Наибольшая Заповедь С самого Начала Жизни На земле В природе Человека Творцом Заложено Желание Поклоняться Богу Даже По прошествии Тысячелетий Это желание Сохранилось В душе Человека Поэтому Попытайтесь Ответить Себе На вопросы Кто Или Что Сегодня Является Моим Богом Чему Посвящена Моя Жизнь Является Ли Моим Богом Творец Вселенной Не Позволь Имея Бога Своим Отцом Остаться Одиноким Не Упусти Свой Шанс Стать Ближе К Богу Я Благословляю Имя Твое Я Благословляю Имя Твое Как Много Дорог В этом мире Беспрежен И Как Же Узнать По Которой Идти Открой Сердце Богу И Будь Безмятежен Укажет Он Путь И Поможет Дойти Благословлю Господа Во Вся Кое Время Хвала Уст Моих Не Престан На Тебе Ты Нас Искупил И Греховное Время Страдания И Боль Ты Понес На Себе Боже Прости, что так поздно Понял Я Что в тебе Вся Жизнь Моя Боже Прости Прости Что лишь Болью Была для Тебя Время 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Он выпил еще коньяка Это была уже вторая бутылка Он так и не опьянел Точнее опьянел не настолько, чтобы высыпать себе в рот содержимое пузырька И запить остатками спиртного Что бы там ни говорили, а покончить с собой так же сложно, как и броситься на решение проблемы Главное не думать, а действовать Мысли — это самый главный враг самоубийцы Еще удручало то, что он не увидит того, как будут раскаиваться его родители, девушка, друзья Что отвергли и не поняли, что бросили Но он должен это сделать, должен Иначе он тряпка Я не достоин жить, коптить эту землю Вертелась в его голове А этажом выше Его друг в дыму фемиама И под звуки восточной музыки Чуть ли не до хрипоты Друг детства, раскачивая бритой головой Из стороны в сторону, произносил Я Бог, Я Бог, Я Бог, Бог, Бог А из музыкальной системы по комнате разлетались звуки мантры Это реальность нашего бытия Искать и не находить ответ на вопрос Кто мы? Тряпки или Боги? Не секрет, что на земле с населением более 6 миллиардов человек Мы в отдельности являемся очень одиноки и несчастны И что самое интересное Именно большие мегаполисы занимают первое место по количеству самоубийц И людей, страдающих депрессией и психическими расстройствами Так что же произошло в нашей душе, что мы, кричащие о перенаселении планеты Испытываем чувство оставленности и одиночества в многомиллионной толпе? Библия говорит Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху И что на земле внизу И что в воде ниже земли Не поклоняйся им и не служи им Ибо я, Господь, Бог твой Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов До третьего и четвертого рода, ненавидящих меня И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои Вот это и есть вторая заповедь Здесь-то и сокрыт ответ на волнующий нас сегодня вопрос Почему было дано такое повеление? Первая заповедь Божьего закона Говорит о том, что мы на первое место в нашей жизни Должны ставить только живого Бога Никто и ничто больше не может занимать это место Традиционно мы понимаем вторую заповедь так Заповедь запрещает изготавливать из какого-либо материала Изображение и делать это объектом поклонения Мы не должны также участвовать в служениях, где для поклонения используются изображения Другими словами, первая заповедь говорит, кому поклоняться А вот вторая, какой он объект поклонения или каким он не должен быть Подобно тому, как выбрав неправильные стандарты красоты Мы становимся рабами или жертвами своих кумиров Так и выбрав неправильный образ Бога Мы теряем представление о том, как он выглядит на самом деле Как те изуродованные протеинами и липосакцией тела мужчин и женщин Являются сегодня эталоном красоты и мужества Так порог и аморальность музыканта или писателя Становятся нормой поведения Только лишь потому, что он кумир Не прошло и семи лет, как на экраны нашего телевидения Вышел сериал о грубом враче-наркомане Который умеет лечить неизлечимые болезни Но в общении и личной жизни форменный хам и мерзавец Тем не менее, доктор Хаус покорил многие сердца И вот уже на отечественном конвейере киноиндустрии Появились врачи-жулики, грубияны, моральные уроды Те, у кого гениальная способность лечить людей И отравлять окружающим существование Уживаются под одной крышей Вдруг стало модно быть мерзавцем А что? Зато честно и откровенно Ведь главное талант, а не то, каков ты внутри Привычка заразительна Кумир диктует порядок Кумир создает мораль Кумир определяет моральный облик тех Кто возносит ему поклонение Грешный человек склонен поклоняться кумирам Глядя на язычников, которые имеют множество идолов Можно подумать, что материальные вещи Если им поклоняться Приносят успех в жизни Но придавая излишнюю важность вещам Веря в их силы Люди теряют связь с настоящим Богом А он желает научить своих детей Поклоняться разумом и чувствами Живому Богу Итак, возлюбленные мои Убегайте и долослужение Пишет Павел Коринфянам Немного о статуях, картинах и изображениях Человек, изменивший Богу Заменивший его на что-то Что ему казалось более эстетичным и практичным Обречен остаться один Читая эту заповедь Мы видим, что древнееврейский текст Запрещает поклоняться Как плоскостному изображению Так картинам и объемным статуям В русском синодальном переводе Эти слова переданы как изображение и кумир К сожалению, люди часто впадают в крайности Одни говорят, что данная заповедь Полностью запрещает использование рисунков Картин или фотографий На самом деле она запрещает Лишь делать изображение с целью поклонения им Нарушение второй заповеди состоит не в том Чтобы сделать изображение вообще А в том, чтобы поклоняться и служить ему Другая группа людей утверждает Что изображение ничего не значит А лишь напоминает нам о настоящем объекте поклонения Но изображение не должно использоваться В служении Богу Как объект поклонения или почитания Поскольку оно скрывает от нас Истинное лицо Бога Далее Бог говорит Ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель Сказано в заповеди Словари дают следующее объяснение Бог ревнитель означает, что Бог Преследует свои цели решительно и твердо Это правильное значение слова, но не полное Слово ревнитель также означает Заботящийся о принесении пользы Оно характеризует человека Который постоянно охраняет, защищает Заботится о том, чтобы не случилось ничего плохого Бог ревностно заботится о том Чтобы его творение постоянно получало Небесное благословение И не подвергалось опасности Отступления от него Он не желает, чтобы мы становились На опасный путь Когда какая-либо идея или человек Отвлекает наше внимание от живого Бога Если человек по-настоящему Познал Бога Он не нуждается в наместниках или переводчиках Которые показывают или рассказывают Каков Бог Такой человек имеет радость От ежедневного общения со Христом И ему не нужны вспомогательные средства Для молитвы и поклонения Ибо мы ходим верою А не видением, пишет Павел В данной заповеди Бог запрещает Также другие методы служения Не предписанные им в его слове Христос осуждал пышную обрядность фарисеев Укорял их за то, что они утратили Простоту служения Богу Эта заповедь осуждает и современное Увлечение обрядностью Чрезмерным украшением места богослужения Христос осудил фарисеев за то, что они сделали Свою систему богопоклонения кумирам Идолам, которому поклонялись преданнее, чем живому Богу Также вторая заповедь напоминает нам о том, что Бог наказывает людей Очень часто это выражение вызывает смущение Так как люди знают, что Бог есть любовь Почему же он наказывает до еще до четвертого поколения? И некоторые делают вывод Бог мстит Но это не так Библия говорит, что каждый из нас понесет наказание только за себя Душа согрешающая, она умрет Сын не понесет вины отца И отец не понесет вины сына Правда праведного при нем и останется И беззаконие беззаконного при нем и останется Пишет Иезекииль Вторая заповедь говорит не о произвольном наказании Бога Но о законе наследственности Дети не ответственны за грехи родителей Но несут на себе последствия их грехов Родительские ошибки отражаются на грядущих поколениях Даже врачи часто спрашивают, чем болели наши родители, бабушки, дедушки, родственники Но даже если Господь наказывает человека, это является следствием любви к нему Не случайно в Священном Писании наказание Божье часто сравнивается с отцовским наставлением Данная заповедь говорит нам также о великой любви Бога к человеку Если наказание простирается только до третьего или четвертого рода То милость до тысячи родов Мы можем быть уверены, что Бог есть любовь И даже наказание Божье служит во благо Если любите меня, соблюдите мои заповеди Разочарование в кумире – это вопрос времени От этого страдает наша самооценка Поскольку как можно узнать свою ценность, если ты даже не знаешь, кто ты и для чего ты создан? Многие подростки испытывают низкую или завышенную самооценку Именно поэтому Павел учил последователей Христа По данной мне благодати, всякому из вас говорю Не думайте о себе более, нежели должно думать Но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил Иными словами, Он учит нас быть реалистами И мыслить по-библейски, когда оцениваем самих себя Это значит знать, кто наш Бог и какие мы сами Писание четко и ясно говорит нам о том, что каждый человек представляет для Бога ценность И не из-за того, что мы сделали сами Но из-за того, что Бог совершил для нас Мы были падшими грешниками И все же были созданы по образу и подобию Божьему Мы были в действительности венцом Его творения Что придает нам внутреннюю ценность Тот, который выкупил нас большой ценой, знает нашу настоящую стоимость Цена, которую заплатил Он за нас – это Иисус Христос Павел пишет Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи Этой же мысли придерживается и апостол Петр Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца Наша цена с вами, следовательно, равна ценности Иисуса для Бога Поскольку Он заплатил за наши грехи через смерть Иисуса Однажды руководитель еврейского народа предупредил людей, которых он вел, к земле, обещанной Богом Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете Это предостережение и сегодня звучит для каждого из нас Думаю, никто из нас не подвергнет сомнению ту простую аксиому, что мы всегда идем вслед своих кумиров, шаг в шаг, стопа в стопу, по их пути Поэтому будьте внимательны к тем, кто завоевывает ваше внимание и пытается стать учителем вашей морали и стиля жизни Будьте внимательны к тем, кто предлагает вам показать Бога и рассказать, какого Он на самом деле В заключении хочу напомнить вам слова апостола Петра И при том мы имеем вернейшее пророческое слово И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте Доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших Субтитры создавал DimaTorzok Смотрю вокруг и грустно мне Во что мы землю превратили Воюем мы, горим в огне И стариков своих забыли Воруем все, что видит глаз И произносим ложь на друга А ты глядишь с небес на нас Свою протягивая руку Ты Бог святой Закон твой свят Скрижали две Огнем горят Горят огнем Твоей любви Послушной быть меня Благослови Ты написал Ты написал Своей рукой Нам десять заповедей славных И вечен он Закон святой И говорит о самом главном Не укради Не укради Не убивай Не поклонись изображенью И день субботний соблюдай Приди к Творцу на поклоненье Ты Бог святой Закон твой свят Скрижали две Огнем горят Горят огнем Твоей любви Послушной быть меня Благослови Ты Бог святой Закон твой свят Скрижали две Огнем горят Горят огнем Горят огнем Твоей любви Послушной быть меня Благослови Урод людской Услышь отца Грех нарушение закона И этот грех Распял Творца Твоей рукою Обогренной Не доверяй Ничьим словам Лишь Слово Божье Достоверно Так дай же, друг Своим очам Узреть святой закон вселенной Ты Бог святой Ты Бог святой Закон твой свят Скрижали две Огнем горят Горят огнем Твоей любви Послушной быть меня Благослови Ты Бог святой Закон твой свят Скрижали две Огнем горят Горят огнем Твоей любви Послушной быть меня Благослови Дорогие друзья Наше эфирное время подошло к концу До новых встреч на радиоволне 107.1 FM Радио Бананова Ждем вас у радиоприемников Каждый понедельник в час дня Звоните нам по телефону 663-178-617 Пишите на электронный адрес tmrbarcelona-hotmail.com Или приходите к нам в церковь Которая находится по адресу Карер Санте Усеби 54 Метро 3 линия Остановка Фонтанна Или 7 линия Остановка Плаца Малина Каждое воскресенье 14 часов дня Мы рады будем увидеть вас Веры вам и добра Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»